Республиканский диктант по белорусскому запланирован на 21 февраля. На проверку знаний отведут час. Те, кто не успел записаться на очное испытание, смогут пройти его через Zoom. В рамках недели родного языка также организуют круглые столы, просветительские встречи со школьниками, мастер-классы для иностранцев и викторины. Экспорт белорусского продовольствия в Евросоюз вырос в полтора раза и составил 8 миллиардов 300 миллионов долларов. Республика поставляет продукцию в свыше 100 стран. Основной стратегический партнер по-прежнему Россия. На нее приходится около 70% всех товаров. Параллельно идет работа по расширению географии. Большое внимание уделяется Китаю и африканским государствам. В хозяйствах Бобруйского района готовятся к весенним работам. Проводятся испытания семян на пассивные качества. На поля вывезено уже свыше 168 тысяч тонн органических удобрений. Накапливают и минеральный подсев. Наиболее активно процесс идет в совхозе Киселевичей и филиале Пищевик Агро. В Бобруйском районе в марте начнется поисковая экспедиция областного историко-патриотического клуба «Викру». Участники соберут информацию о неизвестных ранее захоронениях воинов Красной Армии, затонувшей бронетехники, сбитых советских самолетах и пропавших без вести экипажах в годы Великой Отечественной. А также встретятся с местными старожилами и запишут их воспоминания. В Бобруйске 20 февраля пройдет профсоюзный прием граждан. Обратиться можно с вопросами по разъяснению норм законодательства, которые регулируют сферу трудовых и связанных с ним правоотношений. Встречу организуют в здании Фондока по адресу Ленина 95. Время с 10 до 12 часов.